так здравствуйте друзья мы с вами как оси господи я начал ошибаться мы с вами красноярский край шушенский район хакаси вон там куда смотрит мой это самая камера в фотоаппарате и мне 72 года я железо лея константинович я хочу передать какой-то опыт какие-то свои наблюдения сейчас двигатель выключу нагрел машину и снимаю из машины и так нужен ли опыт не нужен объясняю все началось с детства особый характер желание себя испытать она выражалась в том что я еще будучи подростком уходил тундру без еды вот но какие-то принадлежности были например петли на зайцев это было вот и эту тему я не затрагиваю на уж больно негуманная вот будем говорить только здоровья я подчеркнул 72 года а я живой первый раз я должен был бы умереть лет 40 второй раз я должен был бы умереть в любой из последующих годов почему это не случилось итак норильск тяжелейшая физическая для меня для инженера для старшего мастера никелевого завода вот гидрометаллурга это было тяжелейшие испытания бесконечные аварии бессонные ночи вот часто приходилось работать руками не хватало персонала во время аварии вот на заслужены как потом мне говорили редко-редко мол дают ордена тем кто это заслужил но вы более кончено чего правда заслужили вот и учитывая вышесказанное да ну к тому же луч изобретателя города на риска со всеми этими дипломами сотни рационализаторских предложений изобретений вот это дает право немножко со своей колокольни давать советы например начались проблемы такие одной из проблем было обначались про простую проблему и так шпоры что такое шпоры на ногах вы знаете наступаешь на как правило на пятку вот и тебя пронизывает дикая боль как будто ты наступил на острый гвоздь вот это было лечили таблетками и лазером не помогло а я уже сказал работа у меня какая была сумасшедшая и мне приходилось наматывать много километров только потому что авария и и никакой стек те годы связи не было цехи на заводе кроме как ноги в руки и вот получалось так что выхода не было я начал соображать сам придумал систему два тазика один с кипятком другой с ледяной водой где еще льдинки плавали вот чтобы максимальный перепад ставил воду в ледяную воду ноги в ледяную воду потом уже в кипятоке уже кипятка не чувствовал ноги чувствовали потом считал до 20 терпел терпел когда 20 когда 40 секунд потом опять ледяную воду потом опять это прошел неполный месяц и лентген показал шпоры нет и до сих пор нет вот последние 40 лет нет проблем со шпорами раз это простой способ но вы обратили внимание медицина не помогла вот далее в саиногорске устроился на саинский алюминиевый завод хакасия вот пускал корпуса электролиза сам лично качестве мастера новая работа переехал сюда потому что у меня была страшнейшая астма именно серии сожженные бронхи настоящим смертельным хлором вот доработал сюда спасался и мне пришлось менять образ жизни и менять географию сказали швейцария отдыхает и юг хакасии это сказочное место в нее хакасии а юг краснодарского края это потом она стала хакасии отдельный итак юг краснодарского края строится завод я работаю вроде бы все успешно потом я пускал не и газоочистки импортные вот уже потому что в электролизном цехе мне не хватало кислорода бронхи сожжены а электролизный корпус это столько дыма что невероятно там почище было газоочистка ну почище вот прошло время и уже мне любимый мой доктор сказал ну что будем переводить вас куда единственное место где можно это складское складские помещение мастер я естественно так не собирался заканчивать свою жизнь в это самое на складе где чистый воздух вот и я придумал систему которая спасла мне жизнь вот это моржевание моржевание я сейчас исходя из опыта разбиваю на три части моржевание первое называют дикое моржевание и так как черный и что от него должно быть толку опыт ноль где-то у меня есть какая-то особая связь с тем миром которые поднимите глаза вверх поймете он рядом недалеко но это совсем другое измерение и туда там трудно общение я смог общаться видимо оттуда я получил приказ или совет лезть в ледяной енисей вообразить такое невозможно да я был довольно непростой мужик плане что я любил издеваться над собой кое-что уже рассказал об этом но далеко не все рассказал вот и любимое занятие притворил в практику и так абсолютно не подготовлены вдруг однажды я беру взяв только одно полотенце выхожу из дома прохожу километр два от квартиры теплой до берега енисея на улице минус 35 кстати сегодня минус 30 вот увидите так это парит разница температура дает пар вот все прихожу на не сей стискиваю зубы раздеваюсь заметьте подготовка 0 опыт 0 раздеваюсь это очень важно потому что потом будет альтернатива уже более божеская раздеваюсь полностью босиком по острым камням побитым стеклам потому что сами понимаете любимое занятие горожан было распить бутылочку на берегу и разбить бутылку и и захожу воду отплываю метров двадцать тридцать значит кролем потом с ужасом смотрю что меня снесло метров на пятьдесят вниз течение быстрая река горная и бегом на берег выгребаю до одежды метров пятьдесят черная ночь пальцев не видно вот иду по замороженному да кстати сега как сейчас видите его просто нет сейчас даже ну-ка видно там что его не будьте сами все у нас всегда как обычно вот я продолжаю пока я дошел до одежды у меня полностью примерзли это подошвам камни камушки представляете самочувствие мое пришлось их отдирать давай одеваться пальцы не гнуться и часто смешно пальцы не гнуться одеваю штаны потом или как они там подгузники ну как там мужиков называются подстанники потом но эти стрико потом одеваю брюки пуговицы не застегивается на брюках заметьте чем был там пошел вот потом рубашка ни одну пуговицу застегнуть не могу сверху стуча зубами натягиваю это сама свитер вам не холодно становится потом эту самую куртку куртка не застегивается вот кое-как и хватаю одежду что там что-то даже помню не одел потому что не не было возможности одеть и полотенце и домой быстрым шагом иду и жду мне было обещано тем когда я не был маржом но разные публикации на эту тему получалось так что я ждал когда по телу пройдет специальная волна горячая волна вот и она случилась а я знал что эта волна якобы старой маржи говорят это есть то самое когда идет излечивание организма я дождался отошел от берега уже метр на пятьдесят вот она волна сразу исчез холод еще все я полностью я знаю что это было это брос адреналина адреналин стать это можете называть его гормоном можете называть его наркотиком я называю наркотиком сразу мне стало тепло я иду домой я не иду я лечу я чувствую себя здоровым и в эту ночь у меня не было приступа астмы а что было до этого почти каждую ночь я умирал выкашливается воздух останавливается полного на выдохе выдохните полностью и несколько минут ждите смерти вот а потом медленно будет поступать туда воздух легкие причем на пределе уже сознание теряя это переживать смерть ведь понимаете смерть она страшнее не бывает чем вот это асматики вы меня слышите вы мне еще спасибо скажете но на этом не все но в эту ночь астмы не было вот на следующую ночь опять астма опять пережил смерть возвращаюсь а иду на берег а я же рационализатор я изобретатель и кто не за что давали почетный диплом а я иду на берег а я же еще и ботиночках был 35 градусов а попробуйте их одеть перед этим попробуйте на мокрые ноги носки надеть а второй то раз то я же быстро на лету хватаю извините что разговорился но я же в виде смеха шутки чтоб не было это мрачно не было траурно на ногах валенки так раз значит потом на мне двое штанов уже без этих ни одного не нету не то есть уже нету пуговиц на мне два свитера рубашки на мне с пуговицами нет вот ну на голове шапка ушанка и снова заплыв а я уже тоже не дурак я начал одевать теплые толстые толстые шерстяные носки я в этих носках заходил в воду единственная дань комфорту я заходил в теплых толстых шерстяных носках я не боялся уже что так быстро проколю ноги вот когда я возвращался об меня опять сносило метров на 50 на 80 а я уже шел уже с комфортом шел я уже камни прилипали примерзали но уже не к боссом ногам а к этим самым к носкам теплым то есть и теплым а толстым вот и тогда я придумал нет тогда опять теплая волна несколько походов а потом у меня появился автомобиль и тогда я сделал еще лучше но давайте это будет еще лучше комфорте это будет 2 серия если позволить устали нет да и чтобы эта серия тут же кто-то не кинулся воду в морозы это мне хорошо там где-то еще проруби надо рубить а тут-то хорошо видела на вода тепленькая плюс 3 вот так вот предостережение не знаю когда я сниму следующую серию вот мне в машине тоже не очень комфортно сейчас пойду греться мне надо дрова рубить для чего дрова рублю война далеко а я ее здесь жду на всякий случай лучше перестраховаться купил лишнюю машину дров вот это не шутки и теперь самое главное предостережение не кидайтесь бухты барахты я знаю что я рисковал но мне тогда было 35 лет молодой здоровый сердце здоровое было хоть и изношенное но еще достаточно здорово 100 человек повторит мой опыт 99 вылечит астму вот таким путем повторяю все это подчеркиваю не жалея себя ну плюс комфорта комфортик 3 серии но сотый утонет у него остановится сердце или оторвется где-то тромб и снова остановится сердце просто становится или с тромбом остановится вот это цена того что обязательно будет это я специально говорю хотите доживайте свою жизнь так ходите по врачам многие думают что врачи помогают ладно про это в следующей серии итак риска риск должен быть сознательный я вам показывал фотографии я показывал как у меня этот самый я залазил воду как привязанной веревкой или к берегу или меня меня дети или взрослые держали за веревку вот но это почему я фильм это снимаю прошли годы и посмеялись увидели меня на веревке может быть кто-то понял что лучше на веревке чем это чем рисковать не выплыть сенесе вот но прошли годы и все забыто и те фильмы давно никто не смотрит итак серия номер 1 ждите 7 серии номер 2 железо олег константинович старый садовод так старый старая гвардия которая не сдается